Приветствую вас. Я думаю, что здесь мы имеем как бы дело с вашим внутренним конфликтом, вот, конфликтом между тем, что вы хотите быть мужчиной, которая является вашей мечтой, и, с другой стороны, вашими представлениями о семейных целях, о семейном укладе, вот. И, собственно, этот конфликт, он очень, очевидно, для вас тяжелый, он очень для вас болезненный, вот, вам очень, ну, вам тяжело. Находиться в этом конфликте, а мужчина, он, очевидно, как-то вот вас не понимает, не поддерживает в этом конфликте, который вы переживаете. То есть вы не получаете от него обратный связь. Собственно, я свою задачу видел бы в том, чтобы и потребность в мужчинах, и приверженность семейному укладу сделать для вас более очевидными в рамках конфликта. И посмотреть, что из этого является для вас важным, а что нет. Или что менее важным является. Тут уже зависит непосредственно, конечно, от вас. Если говорить о, вот, вы там, пишите, да, что, объясните кто-нибудь, вот. Вот, то, ну, наверное, здесь больше не про психологов, да, вот, ну, в контексте объяснения. Поэтому мне кажется, что не столько и не сколько нужно здесь стараться что-то объяснить, сколько, на мой взгляд, надо бы постараться помочь вам вот эти болезненные переживания, да, вот эта вот та боль, обида, которая у вас имеется, да, помочь вам это прожить. Помочь вам, как бы, трансформировать это в что-то другое. Вот, я не знаю пока во что, вот, но помочь вам просить, мне кажется, это то, что мы можем для вас сделать для вас сделать. И, собственно, ну, чтобы вы разрешили свой внутренний конфликт, вот, чтобы вы смогли разрешить свое внутреннее противоречие, вот, который, который у вас есть, как мне кажется, и, соответственно, уже решить тогда, что вы хотите делать дальше, что вы хотите делать, вот, собственно, ну, вот, с тем, что вы сейчас, например, имеете. Пока что, по моим ощущениям, да, по моему восприятию личному, я бы сказал так, да, вы какое-то решение принимать вам вообще не готовы, то есть вы не готовы, ну, вообще, как-то что-либо решать, вот, сейчас. Да, да, вы хотите, вам больно, вам невыносимо, вам тяжело и вы не знаете, что с этим делать. Поэтому, в своей выдаче я вижу, ну, именно вот, помощь вам в появлении навыков обращения с этими, ну, с этой вот болью, которая у вас есть. Возможно, ну, возможно, ну, возможно, ну, возможно. 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 Так, вот, это, как бы, ну, то, что, то, что мне кажется, важным. Это, то, что мне кажется нужным. То, что мне кажется, эээ... ну, ценным для вас, например. Например, конечно, я могу в чем-то ошибаться, конечно, я могу что-то понимать неверно, по вашему мнению. Наверняка вы правы будете, когда и если, так подумаете, но с тем не мило. Что касается вашего состояния, то здесь я бы, наверное, обратил бы внимание на какой-то такой, может быть, перечень возможных моментов, на которые вам стоило бы обратить внимание, как мне кажется. Первое, это некоторая борьба. То есть почему-то вы считаете, что вам нужно бороться с другой женщиной, сравнивать себя с ней и так далее. Почему-то вы считаете, что вы должны повторять жизнь твоих родителей. Они как-то прожили, и вы хотите, вы думаете, что должны прожить так же. Ну, вы другой человек, у вас другая жизнь и так далее. Вот, кроме того, ребёнок, который в семье один, ему, как правило, сложнее. Потому что больше есть некоторых, ну, некоторых таких, знаете, трудностей. Больше здесь некоторых конфликтов, вот, внутренних. Больше противоречий, вот, и, соответственно, ребёнок, который один в семье, да, он более подвержен таким-таким трудностям. Вот, поэтому, поэтому, нужно ещё смотреть, как на вас повлияла родительская семья, да, и так же всё безоблачно, как кажется, на первый взгляд. Ну, я, я думаю, это здесь вот. Вот. То есть, почему-то вот дети, да, они, дети и семья как-то вас определяют. Вот. Следующий момент это мужчины, который является для вас, для вас мечтой. И я здесь не могу, не могу не обратить внимание на то, что, ну, если мечта, значит, в какой-то степени идёт идеализация его, и в какой-то степени идёт, может быть, ну, может быть, такая чрезмерная, чересчур привязка к нему. Вот, я, конечно, не знаю, как обстоят дела, и, может быть, я не прав вообще, но выглядит всё так, что, если человек мечтал, значит, он так или иначе идеализируется. 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 Значит, он так или иначе идеализируется. А если вы идеализируете человека, то есть вероятность, что его как, ну, вот, его как, как, как личность, да, как тем, кто он есть, вы его не видите. У вас просто нет, ну, у вас нет, словно, там, ресурсов, у вас нет ресурсов для этого. Вот, понимаете, какая штука. Поэтому на эти моменты, на эти вещи тоже, мне кажется, нужно обратить внимание, если, конечно, вы в этом заинтересованы. То есть, условно говоря, есть ряд ваших установок, которые причиняют вам боль. И вы никак не можете решить, на мой взгляд, что вы с ними будете делать. То есть, либо, либо вы, ну, как бы, либо вы примете их и скажете, вот я этого хочу, я буду для этого и ради этого. Ну, значит, стараться что-то делать, вот, не соглашаюсь на меньшее. Или, если я, ну, фактически своими действиями демонстрирую, что, как бы, я чувствую, что есть что-то важнее моих установок, потому что я выбираю человека, который, ну, явно, явно не отвечает моим требованиям, значит, важно что-то еще. То есть, вы проскакиваете момент своего выбора, вы проскакиваете момент своих решений и, мне кажется, ну, вот, в некоторых таких, в некоторых таких ожиданиях застреваете. застреваете, вот, в некоторых таких, вы застреваете иллюзию относительно того, как все будет складываться. Потому что вы говорите, что вы с человеком год, вы говорите, что вы с человеком год находитесь в отношениях. И год вы не можете смириться, вот, и получается, что вы и отказаться от мужчины не можете, потому что он ваша мечта, и он вам, ну, вероятно, что-то такое вот, ну, что-то такое дает, да? В чем, в чем, в чем вы нуждаетесь, с одной стороны, и с другой стороны, вы не можете принять, что у него здесь, потому что это ваша, ну, как бы, это, это вам немножко, вот, как бы сказать, да, это вам противоречит, противоречит тому, что вы, ну, считаете доходовать. Ну, это мне кажется, что, опять же, здесь мы возвращаемся, закольцовываемся, эээ, очень конфликтным, внутренним. Семья, вот что хочется сказать по поводу семьи, наверное, по поводу семьи хочется сказать, что это не какое-то образование. Если дети, семья, семья это все-таки больше, на мой взгляд, взаимоотношения между людьми. И если взаимоотношения между людьми не очень хорошие, если взаимоотношения между людьми несколько проблематично, то есть, ну, в них отсутствует искренность, взаимоотношения с людьми отсутствует, там, взаимное, там, я не знаю, принятие, да, вот, и так далее, то мне кажется, что вот что бы вы ни делали, как бы вы ни, там, условно говоря, ну, каких бы не, какие бы не были бы условия, все равно эти условия не помогут вам отношения каким-то образом сделать доверительными и так далее. Возможно, потому что вы стремитесь к тем отношениям, которые были у вас с родными, вот, возможно, каким-то еще критериям критериям у вас не складывается, но суть в том, что вам это очень сильно мешает. Вот, поэтому, собственно, я предлагаю вам выбрать, или, по крайней мере, посмотреть на выбор, да, то есть, даже не выбирать, я вам предлагаю, это не совсем корректно, я бы предложил просто посмотреть, что такое для меня мужчина, ну, ваш мужчина, мужчина, что я вкладываю в эту историю, когда называю его мечтой. Ну, повторюсь, ну, мне кажется, что вы сейчас довольно находитесь в достаточно серьезном эмоциональном тонусе, и я бы сперва, как бы, дал вам прожить те, те чувства ваши и проживания, которые у вас есть, да, обиду, боль, вот, а дальше уже, в принципе, было бы видно, куда вы сами хотели бы двигаться, вот, и хотели бы вы вообще двигаться куда-то, вот, понимаете, какая штука, мне кажется, что примерно вот так. Давайте прочитаем наш вопрос, я не могу принять смиритель, что у моего мужчин двое детей от первого брака, не могу уже год, а сколько вы вместе? У меня две параллели, в одной, это человек мой, моя мечта, в другой, это день, когда он проводит детьми, он чужой, ну, вот, я бы сказал, что здесь у вас есть некий элемент собственных, собственничество, потому что выгодочный человек ваш, ну, опять же, например, с точки зрения моей позиции философии и системы ценностей, человек не может быть, не может быть чьим-то, да, вот, человек не может быть вашим, не может быть чужим, это просто человек, с которым вы просто взаимодействуете, вот, поэтому тут опять же нужно смотреть, то есть, условно говоря, ну, да, 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 а мужчина вам, ну, вот, условно говоря, не принадлежит, если вы стремитесь к тому, чтобы человек был вашим, то, ну, опять же, он не соответствует этим требованиям, требованиям, как бы, вот, и это вопрос к вам, вот, что вы выбрали человека, который заведомо заранее вашим требованиям не соответствует, вот, и здесь, получается, ну, как бы, идет очень сильная привязка к этому человеку, настолько большая, что вы, вот, ну, как бы, значит, не можете от него отказаться, вот, и даже ради своих ценностей, вот, ну, то есть, это похоже на зависимость от мужчины, вот, я, опять же, не знаю, да, но, как бы, мне кажется, это такой вот достаточно важный момент. Дальше. В этот день отдалял меня от него на несколько дней, еще на несколько дней. Ну да, и что? Я ненавижу их за то, что они есть. А как они вам угрожают? Я воспринимаю, как угроза нашему будущему. А в чем именно угроза? В чем именно эта угроза вашему будущему? Что такое ваше будущее? И считаю, что из-за них оно на светлом не будет. Ну, каждый будущее будет по-своему, разве нет? Если бы хотя бы один ребенок, мы были бы в равных условиях, а их двое. Вот здесь у вас конкуренция какая-то, у меня тоже ребенок. Я вот не понял, были ли вы в браке или у вас просто ребенок от мужчины, но, мне кажется, что, вероятно, от разрыва с предыдущим мужчиной вы тоже находитесь в некоторой такой драматичности. Считаю, что его план выполнен. А у него был план, он вам об этом говорил. У него там двое детей, ему не потянет троих, а мне двоих. А дети, ценность детей теперь измеряется количеством или как? Как это? Как это у нас работает? Вот, считаю, что совместного не будет. А он должен быть? Да и зачем? У него там офигенная девушка, отношения между людьми. Как вы строите отношения со своим мужчиной? Так, или что за семья где дети там, а я с неродным ребенком здесь? Не совсем корректно задать вопрос, я бы сказал, что более корректно в вопросе задать, насколько это для меня приемлемо. Объясните кто-нибудь, что именно? Я сама была единственным ребенком в СМИ, родителям всю жизнь вместе. И что? Как бы все люди разные? У меня так не получается. И это нормально. До этого мужчины говорили, что у него любовь только к первому ребенку дочке, а второму не вызывали никакие эмоции. Ну, почему вы верите именно на слово? Теперь выясняется, что у него от брака остались классные дети, а тут встречала любимая женщина с ребенком, на которого пофиг на мою дочь. А вот здесь интересный момент, нет ли у вас конфликта с мужчиной, да? То есть не было ли так, что вы с ним поссорились и обратились вот на почву этой ссории, обратились вот к нам на сайт. Вот, знаете такая штука. Мне кажется, что вы с своим мужчиной, ну как бы не совсем друг другу доверяете, а после этого иначе. Откуда вы знаете, что ему пофиг на вашу дочь? Откуда эта информация у вас? Вот. Поэтому давайте мы с вами обратим внимание на это. В целом, мне кажется, это некая такая тревогность по поводу вашего будущего, неуверенность в себе и как бы заниженная самооценка, вот. Которая выращается у вас в такой вот агрессии, недовольства, недовольства и прочее. Ну вот так, как вы... Вы... Чего хотите сейчас? Вот от психологов, да? От специалистов чего вы хотите? Может ли быть такая семья? Может, если для людей это приемлемо. Для вас это неприемлемо, например. Это нормально. А что вы с этим будете делать? Что вы с этим хотите делать? На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok